В Ленинском мемориале прошло заседание Оргкомитета по подготовке к проведению мероприятий, посвященных 30-летию окончания войны в Афганистане. Работа началась еще с августа месяца, время подводить промежуточные итоги. Этот день, на мой взгляд, должен стать днем величайшей благодарности всем, кто причастен к этой войне. Днем признательности за мужество и героизм, стойкость и терпение, за проявление тех высочайших нравственных качеств, которые всегда во все времена были, остаются свойственны только, в широком смысле слова, русскому воину. Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службы в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих, 15 тысяч солдат и офицеров погибли, 92 человека были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. На федеральном уровне разработан и утвержден масштабный план памятных мероприятий. Поэтому мы этот год начинаем с того, что мы в регионах начинаем отрабатывать вопросы совместные, которые мы уже делаем и двигаемся к 15 февраля. Самое главное, что 15 февраля, 30-летие вывода войск, это как бы не основной день. Мы отрабатываем весь план до конца года, потому что у нас очень много таких мероприятий ценных, например, конкурс сочинений на всю страну по Афганистану. Основные мероприятия в Ульяновском регионе пройдут 15-16 февраля. Митинги реквиями с возложением цветов к памятникам и концертной программы. Главная задача для организаторов – провести патриотические акции на высочайшем уровне, причем не только в Ульяновске, но и во всех районах области. Главное, так сказать, событие, память о нем не должно никуда не деться у нас. Поэтому давайте мы тогда поймем, где нам нужно будет вместе с муниципалитетом в течение 19-20-го, ближайших там нескольких лет, которые, может быть, в следующем игре построить эти памятные знаки, эти памятники. Ответственно решено подойти еще к одному вопросу – проведению встреч ветеранов боевых действий с личным составом воинских частей, курсантами военных училищ и учащимися кадетских классов. Когда советские войска вышли из Афганистана, весь террор разбежался по земному шару. Это тоже факт. Мы видим, где взрывается, где что делать. Мы видим, что творится в соседних государствах. Об этом надо тоже говорить. Это как раз мы будем работу проводиться с подрастающим поколением, со школьниками по Ульянской области. Уже проработан вопрос издания аудиодиска с песнями об афганской войне. Диски вручат ветеранам патриотических акций 15 февраля. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульянской. Правда.